Оборудование, монтаж и обвязка оборудованием в котельной загородного каркасного дома. Об этом поговорим сегодня. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Александр. Я приветствую вас на проекте «Строи. Живи!». В этом ролике вы увидите кадры производимого монтажа, а Дмитрий, наш инженер, вам расскажет подробно. Сегодня мы продолжаем очередной этап монтажа нашей котельной. В том доме, где мы делали монтаж теплого пола, радиаторную разводку, водоснабжения, системы водоснабжения и канализации. Зелёт. Бывает. Под лёд. А это нормально, да? Ну, по идее, она должна быть с резинкой, да. Это заводское немецкое исполнение. Причём фирменное и дорогое. Раз. Всё. Субтитры подогнал «Симон»! Причём фирменное и дорогое. Субтитры сделал DimaTorzok Вот если будешь смотреть, вот этот флюс, он будет превращаться, он с добавлением олова и он будет как олова расплавляться. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Запускаем? Я думаю сейчас все будет нормально, пробный пуск. Заработало. Уноситель температура 0, температура 60, зашевелилась, на данный момент вот здесь циркуляция не идет. Вот я сейчас откручиваю и теплоносителя толком и нет. Сейчас я откручиваю и видишь он опускается по шкале, вот он полтора литра в минуту, вот там два с половиной литра в минуту, вот вот этот красный поплавок, он на уровне цифры 3, 3 литра в минуту, можно еще ниже отпустить, он будет там 4 литра в минуту, да скажем так. Вот этим самым я сейчас регулирую проход сколько надо, то есть более маленькие контура я более закручиваю, закрываю, вот например по полтора литра. Тут порядка 30 метров, вот первый контур это санузел и второй, ну и последний, девятый контур, это у нас идет гардеробка. Небольшие контура там по, буквально по 30 метров, там может 27, может 32, вот. Ну, а вот более длинные контура, ну это потом все будем выставлять там. Больше проход надо больше там 3-4 литра. Дорогие друзья, все что вы увидите сегодня в видеоролике о монтаже оборудования в этой котельной приобретено у одного поставщика, это европейский бренд Stout. Почему мы его выбрали, сейчас попытаюсь объяснить. Почему говорю мы, потому что мы с заказчиком очень долго проводили работу по поиску надежного поставщика. И соотношение цены и качества у этого производителя нам показалось самым оптимальным. По какой причине, сейчас поясню. Во-первых, это действительно качественное оборудование, которое зарекомендовало себя на рынке. И мы в этом убедились, ознакомившись с большим количеством отзывов о нем. Следующая причина, это все оборудование произведено на европейских заводах данной компании. Не где-нибудь в Китае. А какая тут разница, сами можете догадаться. Следующий момент, это комплектация всего оборудования. Абсолютно все оборудования и все комплектующие к нему мы закупили в одном месте. Что исключает какую-то конфликтную ситуацию при закупке у разных поставщиков. И самое главное, это один из немногих брендов, который позволяет себе давать страховое покрытие стоимостью до 1 миллиона евро. В том случае, если это оборудование дало какой-то сбой, что привлекло к каким-то плачевным последствиям. Но тут есть, конечно же, одна оговорка, которую не стоит умолчать. Монтаж этого оборудования должен производить сертифицированный специалист. А наш Дмитрий эту сертификацию у данного бренда получил. Именно сегодня он вам расскажет о том, как производился монтаж оборудования в дальней котельной. Всем приятного просмотра. Здравствуйте. С вами снова Дмитрий, инженер по внутренним и наружным сетям проекта «Строй и живи». В этой котельной представлены пеллетный котел с дальнейшей возможностью заменить пеллетную горелку на газовую, когда подведут газ к участку электрический котел, как запасной вариант, но пока он будет как существующий. Буферный бак-накопитель на 750 литров. Буферный бак-накопитель. Группа быстрого монтажа «Мэйбэс», распределительный коллектор «Мэйбэс», группа быстрого монтажа. Коллектор тёплого пола с расходомерами, чтобы грил. Бойлер костяного нагрева системы водоснабжения ГВС, горячего водоснабжения. Система рециркуляции ГВС. Бак-гидроаккумулятор на ГВС. Это вход системы водоснабжения полностью в дом с греющим кабелем. Система очистки. Гидроаккумулятор. Система автоматики пока ещё не смонтирована, но это будет дальше. И расширительный компенсационный бак системы отопления на 100 литров. С группами безопасности. Вся система отопления у нас собрана медными трубами. Магистральные трубопроводы диаметром 28 мм. Медные трубы мягкой пайкой, то есть оловом. Пилетный котёл, который будет от пилет греться, когда подойдёт газовый газ к дому, будет меняться пилетная горелка на газовую горелку. И он будет использоваться как газовый котёл. Электрический котёл, который будет работать в ночное время суток, так как электричество ночью в 2,5 раза дешевле. Он будет нагонять теплоноситель вот в этот теплоаккумулятор буферный 750 литров. И днём будет отключаться электрический котёл, и будет теплоноситель выбираться из теплоаккумулятора, чтобы днём не потреблять электрическую энергию. Здесь распределительный коллектор. Вот к нему подвод магистрального трубопровода от энергоносителей. Распределительный коллектор Maybes на три контура. Идёт насосная группа. Насосная группа более ракоственного нагрева. В принципе, ничего сложного нет. Насосная группа более ракоственного нагрева включает в себя шаровый кран, насос, два дополнительных крана с градусниками, они же и краны. Шаровые. И они же и градусники, и в одном из них ещё и обратный клапан. Значит, от насосной группы идёт к бойлеру коственного нагрева. Теплоноситель нагревает теплообменник бойлера коственного нагрева. Тем самым нагревается вода в бойлере. Дополнительно стоит термостат, ТЭН-термостат, который будет тоже догревать, если вдруг не будет хватать. Следующая насосная группа у нас группа радиаторного контура со смесителем, трёхходовым клапаном со смесителем. Вот, та же самая картина. Насос, градусники. Сейчас от насосной группы идут магистральные трубопроводы к коллекторному шкафу радиаторного контура, который у нас установлен на втором этаже в санузле. Третья и последняя насосная группа – это насосная группа, которая идёт к коллектору тёплого пола с погодозависимой автоматикой, со смесительным клапаном, который регулирует проток, подмес воды. Вот, то есть к нему будет ещё автоматика выставляться, наружный датчик, который будет в зависимости от температуры за бортом, скажем так, на улице, будет или добавлять, или понижать. От неё идут, тоже сделали мы медным трубопроводом к коллекторам тёплого пола, коллектора с расходомерами. Сейчас, в принципе, температура на выходе уже в среднем 26 градусов, на входе, там, 22-24, на выходе, на входе, там, 36. Вот, пока это в механическом режиме. Теплоноситель заполняли в систему отопления насосом вилла, поставили его стационарно, так как ни много, ни мало, тонну 100, пока мы залили, ещё буферный бак не полностью залит. Магистральные трубопроводы выполняли медной трубой, мягкой пайкой. Мягкой, потому как давление тут 1,5-2 атмосферы будет в системе отопления, жёсткая твёрдая пайка ни к чему. Медиа, потому что медь выглядит как-то прилично, цивильно, красиво, аккуратно. Если хозяин захочет, вскроет лаком медные трубы, и они так и останутся светленькими, красивенькими. Сделано всё по проекту, который у нас, в принципе, был визуально и схематически. Это проект, план твердотопливного котла, это схема обвязки твердотопливного котла. Всё сделано, в принципе, по проекту. Кроме одного, проектное положение вот этого компенсационного расширительного бака, системы отопления, было выполнено вот здесь, проектное. Но не получилось так из-за размеров, да и, в принципе, килограмм 70 он будет весить. Поэтому решили наверх его не ставить, а вот решили поставить вот здесь, чтобы не повредить буферный бак, накопитель. Да и размер его, я думаю, не позволит, не позволяет размер. Общий вход воды в дом выполнен у нас трубой ПНД, греющий кабель, полностью отсекающий вентиль, вот, переходами, бронзовыми переходами. Здесь комплексное решение КРАП-50, система очистки, система автоматики пока ещё не собрана, но дособерём, так как это промежуточный этап. Гидроаккумулятор холодного водоснабжения. Дальше выход, выход из этой автоматики идёт сюда. Здесь мы видим тройник. Тройник идёт вот этот вот. Видно, не видно? Вон, смотри. На этом тройнике идёт развилка. И опять уходит в пол труба ПНД с греющим кабелем. Это в гостевой дом, который уже собран. Вот, это же у нас идёт холодное водоснабжение. Это идёт у нас к коллекторам первого и второго этажа в санузлах и к бойлеру. Вот здесь видим, к бойлеру подходит запитка через обратный клапан. Здесь же видим предохранительный клапан бойлера. Узел рециркуляции ГВС. То есть, чтобы система не заставивалась, узел рециркуляции. Ну и картридж, если кто подумал, что будет без фильтра это. Картридж просто пока не ставили. Потом поставим. Также гидрорасширительный бак горячего водоснабжения на ГВС. Мне часто говорят, я могу сделать сам разводку. Дмитрий, вы сделаете котельную. В принципе, могу ответить, что можете сделать сами, если дружите с руками. И имейте минимум необходимого инструмента, который вот сейчас лежит передо мной. И вы можете видеть. Здесь ещё не присутствует разматыватель для труб. У Паноровки я его не привёз. Не присутствует горелка пропановая, которой паяли трубы медные. И не присутствуют пружины для металлопластиковых труб. Когда делали радиаторную разводку, мы гнули с пружинами, чтобы не заломать, не поломать. Ну так, в принципе, ничего. Ориентировочная стоимость вот этого инструмента порядка 300 тысяч. Сумма заработанных денег, да, примерно при таком объёме вот на этом объекте, порядка около 150 тысяч. Когда у меня, ещё раз повторюсь, спрашивают, я могу сам сделать? Конечно, можно. Можно всё это купить и можно всё сделать. Единственный вопрос при этом. Стоит ли покупать и надо ли испытывать? Я считаю, каждый человек должен в жизни заниматься своим делом.